Новеньких трое. Пока они ведут себя робко, жмутся друг к другу и избегают соседей. Дагестанские туры делят вольер с лосями, гуанако и муфлонами. Нельзя убрать этот факт, что те, кто был раньше на этой территории, так сказать, небольшая дедовщина происходит, знакомство с новыми животными. Это мы заметили в первые дни и сейчас до сих пор все это проявляется. Но в целом никакой агрессии у животных друг к другу нет. Новички, две самки и самец, приехали из Ростова-на-Дону еще в пятницу. Уже успели запомнить, где стоят их кормушки, но если нужно, могут допрыгнуть и до еды лосей. В холке козлики не выше метра, но прыгать могут высоко. В целом это обычные горные козлы, которые очень схожи с другими подвидами, но отличает их то, скажу первое, по рогам, что у этих животных они могут вырастать до одного метра, имеется в виду у самцов, и завиваются в своеобразную спираль. Они есть также и у самочек, но самочек меньше по размерам и, в принципе, даже и сейчас они менее заметны. Дагестанским туром по полтора года родились они в зоопарке. Сами же половозрелого возраста достигнут только через пару лет. В зоопарке уже рассчитывают на потомство. Дарья Дмиллер, Илья Халяпин. День с толком. Дарья Дмиллер, Илья Халяпин.